И количество Да, проверяем качество И питаем Так, пока что Офлайн, влайдинг видео Не-не-не, лайф, пошёл Так, о О, отлично Я вижу его левую руку Так, всё, тихо-тихо Всегда тихо Добрый вечер, дорогие друзья В эфире Горно Сарапан и его ведущие Хабер, он же Богдан Всем привет Отец Фёдор, он же Вячеслав Привет И Че Гевара, меня зовут Алёшка А стримит нас сегодня несравненный террор рандома Уничтожитель всея живых и ракообразных Арт Копленко, он же Артём Ну, вы можете видеть его Левую руку, да, на экранах Даже правую, привет Даже правую, вот Отлично Ну, Артём, запускай бой тогда Я пока хочу объяснить Ребят, кто нас смотрит Первый раз Мы будем обозревать новости Обсуждать их То, что то А правая будет под столом Так, правая не будет под столом Правая будет регулярно появляться в экране Чтобы вы не сомневались Вот Бой Ребят, значит Если будут какие-то вопросы Задавайте Присоединяйтесь к обсуждению Мы обязательно это зачитаем Всё в чате на цвиче И ответим Вот Для начала мы разогреемся На бумажных новостях Новостях с реальных газет Вот В прошлый раз, если помните Мы начинали с новости Про то, что водка будет дорожать сильно Да, помните? Ну да Вот значит Как ответ к этой новости Тержаков забил Нет Это, конечно, тоже Несомненно имеет факт Но, в общем В ответ на дорожающую водку Не всё так плохо Смотрите В общем Грузинское вино После семилетнего отсутствия Из-за политических разногласий Постепенно возвращается на российский рынок Вот сейчас везли И чуть больше одного миллиона бутылок Алкогольной продукции За этот июль Плазим с водки Пересаживаемся на вино Да Мы не перестаем Находим с веном Разницы не замечаем Ну, конечно Там просто водка дорожает Вот нам подогнали вино А сколько чекарик Грузинского вино стоит Честно, я не знаю Сколько стоит чекарик Грузинского вино А сколько чмёрт Ну Блин Здесь вот, кстати, в этой статье Вот В общем Когда Ваш Онищенко Сказал, что грузинское вино Это отрава Я пошёл в ближайший магазин Купил три бутылки Самого дешёвого грузинского вина Чтобы покончить с собой Оживился актёр И певец Вахтанг Кобикабидзе Купикабидзе 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 Вот я Да, вот Купикабидзе Вот первый ПЛ уже На тебя в суд подадут Подвоздача Ну, в общем, он не смог отравиться Насколько я понял То есть, он у него что С униксидальной наклонностью, что ли? Ну, в общем, когда Нищенко сказал, что У него искоминная трава Он сразу О, точно, отравиться Потом и пошёл И не получилось В общем Их столетний блюд Да Здесь в этой статье Что мне интересно Что мне понравилось Почему я за неё зацепился В ней приведён тост От грузинских винодел Большущий такой тост Ну, давай Позвольте я Толкну тост Вот Если у кого-то есть вино рядом Можете налить себе в стаканчик Ну, в кружку, в бокал В бокал Только вот Она ещё дешёвая Я надену Не, ну Пинцо тоже Наводички Ну, по тосту В общем По одной из легенд В маленьком грузинском городке Жила мать с сыном Когда мальчик подрос Он решил узнать у матери Что случилось с отцом Я никогда ничего о нём не слышал Сказал сын Может, расскажешь, что с ним служилось? Что с ним случилось? Ты уже взрослый Ответила мать Я могу тебе рассказать Что твоего отца убили И показать убийцу В этот момент Когда мать приготовилась Рассказать всю правду Прибегает с рук И сообщает Что девушка Которую любит юноша Похищена Попал И увезена в горы Юноша В горы Это же на Грузии В Грузии происходит всё дело Из гор в горы Из гор в горы Ладно Юноша в замешательстве Что делать? Тут снова раздался стук в дверь И на пороге предстал Никому неизвестный мужчина Он спросил Здесь ли живёт такой человек И назвал имя отца юноши Да Такой человек жил в этом доме Но он был моим отцом Ответил юноша Тогда мужчина рассказал Что они с его отцом Были друзьями детства Отказ двигателя Вместе росли И вот после долгих лет Он решил попытаться найти друга детства Юноша стоял в растерянности И не знал что ему делать Бежать искать в лицу отца И отомстить Крыло повреждено Или остаться дома Чтобы пообщаться с душе Физеляж повреждён Сложный уход Растеряшка И тогда мать ему сказала Сын Лица твоего отца Каждый день проходит Мимо нашего дома Он пройдёт мимо и завтра И послезавтра И ты всегда сможешь омстить ему Когда захочешь Ну мать добрая просто Понимает Не торопись Садись в ворщица хапки Ну да Насчёт невесты Насчёт невесты скажут так Если девушка тебя любит Она сама рано или поздно вернёт Ну её там похитили Удерживают там Может даже Блёк насилую Она как кот вернётся Она сам просто Из гор Другие горы А гость Который стоит на пороге Если уйдёт Уже никогда не вернётся Вот такое отношение К гостям в Грузии Поэтому Первым делом Выпьем за наших дорогих гостей Из пацанского паблика Какая-то прям есть В общем Вот так вот Встретили мы наших гостей Нашего стрима Вот таким тостом хорошим Брат за брата Так за основу взят Так же как и в прошлый раз мы Сразу же после алкогольной темы Мы перешли на тему Нашего министерства обороны А что ты хочешь добавить к теме вина Ну во первых по какой цене оно вошло Ну по какой цене я вот сейчас смотрю Но если честно здесь цифр нету А вот при этом в самой Грузии Марочное вино в магазинах можно обнаружить И за 250 рублей Значит оно здесь будет стоить примерно как бутылка У нас сызрание он в паленке Знаете, здесь и как для книг Барочное вино Я не знаю, пишут, что цена будет падать Потому что урожай растет Повторите, это боржоми Поздно пить грузинское вино, когда это уже откладывается Вот, вот здесь диалог такой Вы пробовали вино из глиняного кувшина Квеври Я не знаю, что такое квеври Это он обозвал А, ты что? Ты вызвал демона? Сделал Вражеский штаб разрушен Принитки ослаблены А, вот чатик Не слышно Да я почитаю Ты не напрягаешь Есть что-то Ну, читай чатик, я пока перейду к следующей новости Почти А я к нему смотрю Печатики читаешь? Спасибо за то, чатик Читайте только А вот, да Да не, классно Магонщиков-то всегда будет, да Закусывайте галстуком Рациональное грузинское блюдо Рациональное грузинское блюдо Рациональное грузинское закуско Галстуком Либо галстуком, либо чем-то пожёстче Эх, не в обиду грузинам, а в обиду грузинским политиканам Двигатель перегрет Это ты так типа отмазался, да? Конечно Ну что, поехали по новостям Так, ну, значит, в прошлый раз мы обсуждали новость про то, что у нас, значит, первый робот презентован там в нашем оборонительном Ну понятно, короче, презентован Да, да, короче, Минобороны у нас презентовали первого робота Это, на прошлой неделе мы это обсуждали, да, все дела В общем, сейчас уже нешуточное развитие, это как снежный ком, мне кажется, в следующий раз уже новости будут что-то из-за разряда Терминатор уничтожил США, потому что сейчас новость приобрела вот такой масштаб Минобороны вступает в кибервойну Вау! Вот это пора! Да Пора нагнуть этот бой с кайтом Вот, да, программу создания А то Джон Коннор не родится В общем, вчера Минобороны одобрило рассчитанную до 2025 года концептуальную программу Развитие работотехнических комплексов военного назначения Это произошло на состоявшемся в Санкт-Петербурге в выездном заседании коллегии военного ведомства Минобороны в ближайшие 10-12 лет намерены вместе с представителем оборонно-промышленного комплекса Создать серию различных боевых роботов, в том числе и разведывательно-ударных Я не знаю, зачем они это вот в скобочках понестили В том числе и разведывательно-ударных Это, видимо, какая-то отдельная серия киборгов разведывательно-ударных Которые смогут заменить личный состав на поле боя Как делается в армиях развитых стран мира? Каких армиях? Развитых Чтобы забыть и место людей картошку чистили, да? Промокрасили их И сверх квадратами укладывали Капень копали Дачу генералу строили Дачу генералу строили, значит, какие-то такие А представляешь, киборг-прапор? Он же сколько сможет украсть-то? Он же у меня обычного прапора Он начнет всех роботов кастить и продавать их за рубеж Себя продаст Все прото не закончится тем, что он разберется на детали и продаст Возвращать солдатов будут строить И всех роботов продали Кто продал? Да вон тот Железный прапор Оборонно-железный прапор Это звучит как название для нового фильма боевика какого-то такого, знаете, мощного Железный прапор Мне кажется, это какая-то часть анекдота Такого не слышал И я тоже нет Правда, в настоящий момент подобная работа находится в зачаточном состоянии Есть проблемы, связанные с субъективными причинами и с общим технологическим отставанием России Да, отставание Не получается, да? Ну, а как это маловато Очень маловато Что там просто Отстаем же, Россия же отстает технически Особенно в военной промышленности России вообще как отстает Куда нам, мы айфоны не делаем в самсунге, как их там Давай на своем просто самсунге, как их там Тоже не делаем Первый Вот только только тополем балалайкой Терминалы копят на восстание машин пишут в чате То есть вот оно Я не сказал Киви терминалы не просто так, да Они уже Так случайно, так раз промелькнет, знаешь, такая акция на кибервойну Вот они почему говорят спасибо за оплату Да Скайнет взломали давно киви терминалы и собирают все деньги Тебе насчитать Спасибо за оплату, мы поставили новый череп нашему старому роботу Поездная коллегия началась с посещения министром обороны Сергеем Шойгу 19 полигона Ржевка под Санкт-Петербургом Где он осмотрел перспективные отечественные робототехнические комплексы военного назначения Бывает ведь не военного назначения, а вообще робототехника развитая в стране То есть она у нас одновременно и развита, и не развита Как же, если есть у нас комплексы робототехнические военного назначения, гражданского назначения Что хочешь сказать, не развита? Это как с наркотиками Незаконный оборот наркотиков, то есть значит есть законный, да? Ну да, типа того В открытой для журналистов части показа были представлены разработки Государственного научного центра Который называется, внимание, вот название сейчас будет Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики Красавцы, им, наверное, надо было перенять опыт Советского Союза Да, количество букв в абревиатуре, наверное, превышает название некоторых других центров Название странное Название стран Я бы так сказал «Население стран» Ну, так сказать Между тем, в экспертном сообществе считается, что они еще и требуют доработки То есть как это ... Был его, включаешь, он такой Уничтожит человечество и начинает руками так дорого, да? Стрелять, стрелять, стрелять И начинает тра-та-та-та-та-та-т cioè-т gauge Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та к картошку чистит Это марифск наверное исправит Представляется! далее румынский киборг как вы говорите а их тонн тут молдавский лучшим км за шпателем петли как так как так как так как так как петли процент сплата так опустим мы ее уже опустили я имею ввиду про пустыни и не только новости так как в планах не уехали уже выехали опять мы заметили что в этот раз гитфан то нет это потому что за ним в тот раз выехали все и пропал человек он теперь китайской фабрики ребят вот так вот наши политиканы совместе совместно с нашими социологами построили они сделали во первых вывели три формулы я не буду их произносить потому что это реально сложные формулы в них 5 различных значений плюс одна константа эти пять значений относят друг другу не только сложением и вычитанием а там делением степени и так далее но уж пока объясняешь эту формулу ты бы ее уже зачитал продолжаем а я не все знаки эти знаю совсем в общем три формулы которые о наших таких социологических различных проблемы должны раскрывать и таблица которая построена на основе этих форм то есть это реальная таблица первая ячейка таблицы это вот действие одно другое повлечет следующий 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 общем это такой паровозик как домино в общем первая фишка домино это снижение смертности а последняя фишка домино это кровавые политические потрясения я вам сейчас просто промежуточные шаги назову все поймете значит снижение смертности провоцирует рост доли молодежи в общей численности населения и ускорение общих темпов роста численности населения эти два фактора провоцируют стремительный рост общей численности молодежи и стремительный рост общей численности городского населения то есть первый второй третий и четвертый факт они как бы разные факты но они об одном и том да стремительный рост общей численности населения и стремительный рост общей численности городского населения очень сильно влияют на рост численности городской молодежи? Да ладно, просто взрывной. А взрывной рост численности городскойあれси ведет за собой взрывной рост численности и концентрации молодого энергичного, радикально настроенного, но экономически неустроенного, элемента. Это значит, я элемент, что ли? Да в чем это элемент? Радикально настроенный элемент Необеспеченный Да, необеспеченный, неустроенный Кто за собой ведет, влечет, пардон, влечет политическую радикализацию А это, в свою очередь, влечет кровавым политическим потрясением Вот это шикарная таблица на самом деле Они замутили просто офигенно на таблицу, да, то есть Я уже узнал о себе то, что я элемент То есть радикально настроен Радикально настроенный, то есть они красиво подбили меня к нашей первой новости То есть из меня можно сделать робота Это была вторая Да, к первой новости с тем можно сделать алкоголиком Или к первой новости я так или иначе по-любому отношу Я не алкоголик, не думайте обо мне плохо Особенно мне нравится шаг между... Увеличением количества людей И недовольством их политической власти А мне больше это понравилось Увеличение молодежи и увеличение городской молодежи Я сейчас приведу еще такой примерчик Тут есть еще одна смежная табличка Только она приводит к кровавым политическим потрясениям не от снижения смертности То есть смотрите, у нас получается пока что вывод, что снижение смертности ведет к кровавым политическим потрясениям То есть это снижение смертности это отрицательный фактор у нас на самом деле Да То есть чем больше смертности, тем лучше, тем спокойнее в стране Также они приводят к кровавым политическим потрясениям модернизацию. То есть чем больше мы модернизируемся, тем ближе мы к кровавым политическим потрясениям. То есть нам нужно вернуться в 1600 год. Я бы даже сказал, в 900-й туда куда-нибудь подальше. Помолиться сварогу, потоптаться у коста. И по Балтике сплавиться куда-нибудь. По Балтике, да, это точно по Балтике. Семерки плавятся. В общем, модернизация, как они от модернизации пришли? Модернизация ведет... Подожди, то есть в стране будут старики в лобках и роботы. Это страшная картина, реально. Ну да, и часть из них еще будет бухать вино. Непонятно кто, роботы или старики. Водки нужно будет в стране. Зачем она нужна, если есть роботы? Если есть роботы, действительно. Зачем нужна водка, если есть роботы? Очевидная логика просто. Она здесь прослеживается насквозь. В общем, бумажные новости у меня закончились. Они какие-то такие... И получились. Жуденькие. Жуденькие. Кстати, вы слышали про... Ну, очевидно, что вы слышали про... Про уступление в силу закона антипиратского, да? Да. Вот сейчас, конечно, нужно закрывать всякие Тарантино. Я уже крепко отцепил свой вместе с глазом. Попугая прогнал с плеча. Да. И продал свою шкуну. Ой, нехорошее слово. Ой, нехорошее слово шкуна. Я другое подумал. Он задал свою штуку. Избавился. Ничего вы не поднимаете терапской романтики. В общем, новости сегодня электронные весьма и весьма интересные. Да, очень интересные стариков и роботов. Песни, в общем. Новость первая. Я начну с такой, достаточно жестко звучит заголовок. BBC извинилась за пенис на лбу принца Уильяма. Вот это поворот. Как они вот туда засунули. Мне интересно, как связано это BBC и пенис. Ну, а не программа снимала поведение животных. Да, да, да. И просто раз, принц Уильям в авесикран за место. Там, где у льва должны быть причиндалы. И тут дрожьба. Вид раздов такой, посмотрите. Сейчас мы смотрим поведение принца Уильяма в природе Британии. Вот он вышел на охоту. Самое главное, самка следит за ним. Мне далековато ехать, жаль. Ладно, так, пятик какой-то странный, тихий. Значит, даю новость поподробнее, потому что она вводит в смятение. Британская медиакомпания BBC извинилась за оскорбительное изображение Герцога Кембриджского, появившегося в передаче BBC Breakfast. Слушайте, мы правы, что ли? Скорее всего. Ну это реально, короче. Мы оказались правы, судя по всему. В утренней программе на телеканале BBC 1 на несколько секунд была показана фотография принца Уильяма с прорисованным на лбу пенисом. Это ж кто-то прорисовывал. Нет, блин, она сразу так печаталась. То есть это нечаянно, это не компьютерный свой. Погодите, это на фотографии был принц Уильям с пенисом на лбу или просто была фотография с принцом Уильямом и на фотографии нарисовали? То есть это пенис был на лбу или на фотографии? Вот так вот вопрос поставили. Пенис был на фотографии и к пенису был прорисован принц Уильям. BBC извинился за оскорбительное изображение пениса с герцогом Керпики Борисским на место мошонки, пардон. Беда, количество повторений слова «пенис» в эфире зашкаливает просто. Инцидент произошел утром, в четверг, 1 августа. Ну, сегодня, собственно. Кадр с принцем Уильямом был включен в промо-ролик комедийного песенного квартета «Бардер Шопера». А про чего они пели, интересно? Герои ролика под названием «Я мог бы жениться на Кейт» поют о своей неразделенной любви к Кейт Миддлтон, жене принца Уильяма. Кушать, значит, все-таки была какая-то у них идея, коварный план. Да, я даже нашел тут. Техни? Есть, нашел в интернете. Да, это мы потом в суд заходим. Это мы потом посмотрим, да, в суд приложим. Значит так, следующая новость такая о всеми нам любимой почте России. Опять? Опять почта России. Почту России заставят работать круглосуточно. Беда, блин. И ни меньше, ни больше. Как чувствовать, да. Целые сутки работать, это придется почту отправлять и посылки. Круглосуточно это придется, да, это, нет, это придется, в первую очередь, работать. До этого они... В первую очередь приходить на работу. Друзья, приходить на работу, а потом еще это и не работать, а не сидеть там, пить чай, виденный перерыв, все дела. И делать это круглосуточно, три смены. Круглосуточно. Да, круглосуточно продавать масс, массе Тилгоя. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нафталин. Ага. Минкомсвязи и Федеральная таможенная служба совместно с Почтой России разрабатывают план перехода всех отделений ФГУП на круглосуточный режим работы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра связи Михаил Евраев. Кроме перехода на круглосуточный режим, также разрабатывается план оперативного реагирования во время пиковых нагрузок, например, в предновогодний период. Перелетает спецназ что ли, начнет помогать ей? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Опера такие. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Заграждение ОМОНа так из рук в руки передают посылку. Хе-хе-хе-хе-хе. Щиты, там старушки бросаются на щиты. Хе-хе-хе-хе-хе. В глазах смотрят, там спецназ стоит. Вам посылка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я не знаю. Я пошел спать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пожалуйста. Предновогодний. Представьте, 31 декабря тебе ОМОНаец стучит с этой. Вам посылка, распишите. Вам посылка, доскорвка в руках ОМОНаец стучит с такой. Ребенок у вас за Дед Мороза еще, пример. Если ребенок дома один. И Дедушка Мороза? Нет, я людей убиваю. Хе-хе-хе. Евраев сообщил, что ГУП планирует к 2018 году сократить сроки пересылки писем до 2 дней в пределах населенного пункта. Это то есть в одном поселке с одного конца за 2 дня? Да, да, да. То есть ты сейчас просто 7 дней. То есть ты сейчас подошел на соседнюю улицу, письмо отправил, скинул в ящик почтовый и через 7 дней письмо придет. А так письмо придет через 2 дня. Да и что, голубями что ли посылать? До 5 дней между городами. Так вот, то есть отмытишь до Москвы, то есть где автобус 20 минут, то есть 5 минут идти. И до 10 дней между любыми населенными пунктами. Они, глянь, по москверике будут. Они, до любые, до конца. Похранению из Косназа. Нет, они просто будут в бутылку письмо кидают и в Москвури, и подойдет, не дойдет там как повезет. У меня, кстати, 40 дней между любыми населенными пунктами доставка. Как символично. Да. Черно. Также ФТС планирует внедрить систему электронного взаимодействия с почтой и переписать регламент почтовых отправлений из-за рубежа. В частности, как пишет известие, введенные сотрудниками ФТС данные сможет использовать и в ГУП. 26 июля за нарушение срока в пересылке корреспонденции в ГУП острофовали на 360 тысяч рублей. В конце мая в отношении почты было возбуждено 13 административных дел по той же причине. Вообще, вообще как-то цифры классно складываются. В масштабах страны 13 дел, это как-то совсем грустно. То есть, то, что мой джойстик Трестмастер 16 тысяч шел два с лишним месяца, это не дело. Конечно, ты можешь подать в суд, потому что 40 дней максимум пересылка между населенными пунктами. Как раз успею прочитать за упокой. Следующая новость, она из... Хорошо. Следующая новость, она... Люди уже не выдерживают. Кстати, Артем, а что ты с нами не принимаешь участие, а только летаешь? Как же, вон там, одна рука под столом, одна на джойстике, я говоришь, что можешь. Правая рука не видно, брешь? Ты говоришь, все видно. В общем, новости из серии, да, сказал тоже. В общем, новости спорта, из мира спорта. Болельщик пробил пенальти вместо футболиста Ювентуса. Слав, ты слышал, нет? Да там... А я... Болельщик... Там первому хочет сбить такой, эй, мужик, хочешь пробиться, давай, бей. Десять баксов. Болельщик, выбежавший на поле во время предсезонного матча и матча ливерпульского Эвертона с туринским Ювентусом, пробил пенальти, который должен был выполнить футболист Ювентуса Куарево Асамоа. Ладно, Сикардо. Спорим, он из Зимбабве. Ганна. Ему заплатили десятку за то, чтобы он отошел. Ему едой заплатили. Вадой. Вадой. Вратарь Эвертона Тим Ховард легко отразил удар болельщика. После этого... Да, красавчик вообще. После этого... Кстати, еще говорят же, что вот мы во дворах гоняем, во дворах гоняем. Чего же не забил-то во дворах он гоняет? Такая-то... Когда... Вартак к Ливерпуле... Сатурном играл кто-то какой-то мужик выбежал, забил. Слевый прям в уголок положил. Кирзаков... Отзавести. Кирзаков тогда забивал. Все раззапил. А, ну после этого запил как раз. В общем, после этого фанат спокойно вернулся на свое место на трибуне. Просто спокойно. Он выбежал за меру. Просто не сказали, как его потом поймали. Пошакываясь так тихонько. А вот он спокойно просидел месяц в одиночке. Матч Ювентуса с Эвертоном закончился в ничью 1-1. И победитель должен был определиться в серии пенальти. А само... Чего? А, нет, я думал, вышел опять болельщик. Нет, а само готовился выполнить один из послематчевых 11-ти метровых ударов, когда на поле выбежал болельщик. На скамейке запасных Ювентуса удар фанатов встретили аплодисментами. На скамейке запасных Ювентуса... Ну хоть кто-то по мячику попал. Хоть кто-то. Просто ура. В итоге Эвертон выиграл в серию пенальти со счетом 6-5. То есть Ювентус еще и слился. У Туинца там так играют. Ага, да. У них там болельщики выбегают. У Туринцев промахи допустили Андрея Перлоев и Юрия Пелуза. Пелуза! У Ливерпульцев Леон Осман. Какие ужасные... Я не разбираюсь в этом деле. Ну вот, следующая новость. Она такая позитивная, просто чудо. Лапочка, а не новость. Оргию в украинском селе расследует милиция. Ты прохожили? Я не знаю. Они расследуют в Николаевской области Украины. Начато расследование в связи с происшествием в местном ночном клубе, сообщает Центр журналистских расследований. Там ведущий дискотеки уговорил посетителей раздеться и публично заняться сексом. Ну это просто мастер ораторства, я бы сказал. То есть он уговорил, то есть, ребят, может все-таки... Ну ребят, ну пожалуйста, 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 ну ребят, ну давайте, ну чего вы стесняетесь, ну здесь все свои, ну бежо. Все мы люди. Все мы люди, что это... Ну давайте, ну пожалуйста, пожалуйста. Пойдите, 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 пойдите. миминими инцидент произошел в ночном клубе роза ветров в селе коблево запомнили поехали потом на завтра видеозапись проходившие там дискотеки была распространена в украинских интернет-сми первого августа на записи видно как ведущие объявляет конкурс с призом в 200 гривен примерно 800 рублей а чё кстати неплохой конкурс срубить около 800 рублей зарабатывать для получения этой суммы парам находящимся в танцполе сначала было предложено раздеться за трусов ребят разденитесь за трусов выходит такой ведущий знаешь так музыка прекратился ребят давайте разденемся до трусов копа так все так же волчь и хопа себя все поскидывали и стоят ждут что так да он такой стоит смотрит да 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 а денег у него просто всего было 200 гривен он не мог сразу всем раздать 200 гривен попал да ему было жалко это условие выполнили три пары то есть он так посчитал не хватает всего 200 а тут три пары 600 гривен жалко ведущий после этого ведущий заявил что родиться надо полностью думать ну ладно так то точно сложает на это согласились две пары так то опять косяк после этого ведущий заявил что для получения упомянутых 200 гривен участники должны заняться сексом позе 69 одна из пар согласилась как можно не согласиться раздается 200 гривен вы что это такие деньжища на них грузинского вина можно купить но не походу отрабатывали уже это грузинское вино и до этого выпили кстати да возможно они были должны этому клубу им так предложили отбить собственно вручение приза на видео распространенного украинскими СМИ показано не было вручение приза не было показано так получилось ТСН утверждает что некоторые из участников вечеринки в клубе были несовершеннолетними а не может быть как же что клубе несовершеннолетние это нереально откуда в Украине в клубе несовершеннолетние как так нельзя откуда вообще в клубе несовершеннолетние я думал в клубе только вот ходят там 21 исполнился ходят в клуб там присылывать за 200 гривен нет ну что-то потанцевать послушать музыку выпить 50 грамм тока апельсинового в общем из каких источников получена эта информация не уточняется по мнению николаевского адвоката Александра Ивкина ведущие и посетители клуба могут быть привлечены к ответственности по статье хулиганства вот такие нынче хулиганы он имел ввиду почему пистолет так это это да пик процент так следующая новость так нельзя подряд такие новости такого направления и читать я сделаю перерывчик так вот лукашенко поймал в припяти пятидесяти семикилограммового сама в суббитр в субботу в субботу чернобыль ну как же это вот путин поймал щуку весом сколько 17 килограммов а 21 поймал щуку а тут у каждого ряда нужно ехать в чернобыль мать беларусь кто может 57 в 10 килограммового сама может лукашенко сам весит 54 а сон 57 перверд с него будет но это был вызов путин переговоров президент беларуси александр лукашенко рассказал как ему удалось поймать на реке припяти гомельская область трех самов один из которых весил 57 килограмм а другая по 120 июня дуэчер как как бросает человеком бутылку футболы футболы то есть никого не дали менять что он из граждан был дуэчер 300 килограммов рыбы я просто не рассказать что он в метро у медведевых вопросу где был рыбнадзор рыбнадзор он сам себе рыбнадзор руку вообще он был бы бог старый и сразу холл а а наград что там нужно сомин этот бирка супермаркет Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, значит, цитата. «Я правда такой рыбак, как и охотник. Но иногда детство вспоминаем. Сяду, попробую», отметил глава государства. То есть так нормально. То есть он раз в выходные так сходит, там полцентни раз рыбятины вытащит. Та-ха-ха. Как это? Присол, как в магазин ходить. Тихо-ха-ха-ха-ха. Парус морков. с кровососом поговорил, Пашу. С кровососом поговорил, да. То есть фраза «я такой же рыбак, как и охотник» подразумевает, что никакой, да? Да нет, там шикарный охотник. Шикарный, да. Ходит на химеру без экзаскелета. Пусть лучше на мессера в лоб сходят. Вам уже пора поздороваться со спецслужбами в Беларуси, я так думаю. А у них там эти спецслужбы есть. У ДБР, ты что? Кстати, а чем занимаются солдаты на срочной службе в Беларуси? То есть они же вряд ли чистят картошку. Копают. В Беларуси? Какая картошка? Какая картошка-то? Если у нас чистят картошку, то что там делают с картошкой? Если у нас ее чистят? Да. Нам предупреждают. У меня фантазия пробуксовала. У меня наоборот что-то она загналась, ладно. Так значит, по его словам, до недавнего времени в Припяти рыбы не было. Но с тех пор там навели порядок. До 18-го года рыбы не было, до 18-го. До 18-го, по-моему. Да, 16 апреля, 18-го. До 18-го, до 18-го. До 18-го. Не было рыбы. Но после этого Лукашенко говорит, ну видите порядок, почему рыбы нет? Там сразу раз и сам 1-й кг, кг. грамм должен быть по пятьдесят по пяти семью хватит по пяти процент поскольку по пятьдесят он говорил о водке на самом деле что он самаре сейчас там за палец рыбы хватает естественно хватает а ты не суй туда ничего за палец рыбы хватает зачем сувать человека сунешь воду для человека недоброго я лично сама на пятьдесят семь килограммов пятьдесят семь 24 и 7 килограммов трех самок поймал сказал лукашенко с меня ростом отреагировал на его слова присутствующие на совещании вице премьер михаил а теперь нет на фонсометр ну не весом же заметил в ответ президент то есть подмечая что там чуток на самом деле он живет в рамках в рамках горбатый теперь горбатый Чтобы в его присутствии Лукашенко казался классным мужиком. Ой, посолито. Тише. Припять – самый крупный приток Днепра. Река протекает на юге Белоруссии и частично в Чернобыльской зоне отчуждения. Когда именно Лукашенко рыбачил на Припяти, не уточняется. Возможно, кстати, именно в 86-м. Удивлюсь. Между тем, на минувшей неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поймал щуку весом более 20 килограммов в Тубе. Глава государства отдыхал в республике 20-21 июля вместе с премьером Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойбовым. Да, вот так вот. То есть это Лукашенко бросил вызов. Ну, вдвоем же не пьет, пьет втроем. Вдем ответ Януковичу. Янукович, мне кажется, что-нибудь там газовый баллон вылезет. Не, ну, это-то понятно, но еще до рыбы должны быть. Баллоны это не обсуждается. Ну, нормально, кстати, криминальные новости. На пляже американку ограбил Хенот. Это норма. Это норма. Это норма. Пять-пять-пять. Пять-пять влепили бедному. Он сейчас будет там чалить, ему не будет дёрить. Электричный. Электричный. Чалиться среди черных там будет. Усыпляет. Ванту сделает от веревки. Опустит там всех вперед, просто по несколько раз. В ванной. В ванной, наверное, в душе. Все заключенные мыло на шею на веревку вешают, чтобы не дайло. Тихо, бацаный. Енот моется. Да-да-да, енот, 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 все так сразу в уголок зажались. Он зашел по лаполу. На пляже Форт Мейгерсе, штат Флорида. Енот ограбил женщин. Паретом с ножом, потому что ограбление ты именно когда насильственно отнимаешь. Инцидент не зашел, когда посетители пляжа собрались у берега, чтобы проводить в море черепаху, которая проходила лечение в специальном центре. Об этом сообщаю. Ах, они в сообществе. Енот воспользовался тем, что люди покинули лежаки и растерянные полотенца, чтобы посмотреть на торжественную церемонию возвращения черепахи в естественную среду обитания. Он подошел к вещам и похитил розовую сумочку-клатч. Преступление енота было зафиксировано на фотокамерах. Впрочем, далеко енот клатч не унес. Он выронил или выбросил его неподалеку. И вскоре сумочка вернулась к хозяйке. Он, видимо, вытащился, что надо. Ну, лопать забрал до этого. Самовладелица вещи Даниэль... А, Даниэль Арайка заявила, что несмотря на то, что енот мог бы и украсть ее сумку, она все равно любит природу и во время всех событий на пляже прониклась к ней еще более глубоким уважением. Еще бы тут не совпадали, что не опустим, он ее опустит. Нет, все-таки я считаю, что черепаха и енот были в деле. Да, да, да. Черепаха обвлекает енот работы. Планированная акция была. Вот, кстати, новость про Эстонию. Вы сегодня предложили. Вы в Эстонии предложили обложить налогом, как вы думаете, кого? Генотов. Хомячков. Вы почти были очень близко. Проституток. В каком месте? В Эстонии заявили о необходимости взимать налоги с проституток. С соответствующим заявлением, как сообщает Дельфи, выступил пресс-секретарь налогового таможенного департамента Уку Тампери. Это имя у него такое? Не знаю, больше похоже на блюда. Это город Клянди. Блюда из суши-бара больше похоже. Уку Тампери, знаете, что-нибудь такое. Темпура там есть в кляре, то есть что-то. Уку какой-нибудь. Угарь, я не знаю. В кляре. Ладно, все физические лица, налоговые резиденты, равным образом обязаны предоставлять налоговую декларацию и на основании этого документа платить подоходный налог, отметил чиновник. Это требование действует и для лиц, которые занимаются тем, что противоречит добрым обычаям. Как это же индивидуальные предприниматели. То есть просто проституция там это нечто противоречащее добрым обычаям. Чем же она злая? Добрые обычаи, это когда они не берут деньги. То есть, а это злой обычай. Это обычай противоречащий добрым. Как же так деньги брать? Как именно предлагается организовать налогообложение проституток, источник не уточнил. Мне кажется, там должен быть фиксированный налог за час, например, работы. Нет, за час... Нет, ну за час, кстати, можно, да, дифференцировать налоги. То есть... Веркушечки сотка, десять за то, что смотрят. И так набегает до сорока процентов, да, прибыли. Они потом все поедут в Россию от налогов к этому... Может, есть, вон он, новый россиянин в департаменте. Вот пусть он идет... А будет, это уку-тампери есть. Уку-тампери, новый россиянин. Представитель департамента лишь отметил, что его ведомство может организовать проверку в отношении конкретного человека на основании декларированных им данных, а также информации, получаемой из прочих открытых источников. То есть, если человек сам скажет... Да, знаете, я в этом месяце... Сегодня было десять, да? Нет, у тебя было десять. Девушка такая, да, знаете, я в этом месяце насосала три тысячи эстонских долларов. Да. Если я даю десять процентов, ну, как бы ты. Да, то есть, и все честно. То есть, она законный налогоплательщик, она потом пенсию будет... У нее будет стаж, куда вот не будет. Она будет пенсии потом получать, соответственно. Ветеран труда, да, сразу получит, знаете, медальку такую, такую медаль на грудь, спустя, ну, за сорок лет работы, там, знаете, какой-нибудь там, принц Уильям с пенисом налогу, такая медаль. Заслуживая работник отечественной порнографии. Ну, при отсутствии таковых, ну, в общем, будет проблема того, что не будут выплачивать налоги девушке. И дело в том, как они собираются сесть и будут посчитать, вот, врет она или не врет, она что, чек выдает, добивает, что ли? Не знаю, следить. Или как вот BBC делает, они берут животное какое-нибудь, которое на волю отпускают, да, они его, ну, забирают из никакой природы, прицепляют ему ошейник с камерой и выпускают снова на волю. Вот, возможно, они также будут делать, отловят всех, эти, профурсеток, оценивая ошейники с камерой. Маленький ошейник с камерой и маленьким таким кассовым аппаратом отчпокал. Я только закончил этот вопрос, да, так. Взинг, так, опа, чё, пи. Не, там счетчик, как у таксиста, там кнопочку нажимаешь и пошел счетчик. А между булок кардридер, да, шмых оплачен. По кредитке расплатиться не надо. В Эстонии проституция не считается преступлением. Свои услуги проститутки могут оказывать в собственных или съемных квартирах. Под запретом при этом находится сутенерство и вовлечение в проституцию несовершеннолетних. То есть, как-то брать это в бизнес организованный, то есть, они мешают, они позволяют организовывать бизнес, монофолии какие-то там, знаете, рыночные отношения. Они, это запрещается? Так, естественно, это запрещается. Ну, как, ладно. Государство этим занимается. Ну, вы, отвлеченная данная тема. Кубанского кота устроили на работу в библиотеку. Вот смотри, какая тема, да. А, давно пора. Вот есть безработные люди, да, то есть, они хотят зарабатывать на все свои дела, на жизнь. Тут киса такая. Мяу, о, подходишь. Такие, не, знаешь, там собеседование такое проходит, там, знаете, нам нужен библиотеку человек, который достаточно умен, чтобы не было постоянно, знаете, разговоров. По цепи кругом ходить. Не, не, чтобы разговоров постоянных не было. Вот, обычно, самые разговорчивые люди, они, как правило, такие, знаете, глупые. Кот напротив сидит такой, смотрит. Вылизывает яйца, молча. Говорит, знаете, вы подходите, вы такой молчаливый, вы умеете хорошо слушать. Я вижу в ваших глазах интеллект. Вижу. Кот такой бррррр. Он за еду работает. В новороссийских кота приняли на работу... В новороссийских кота приняли на работу в детскую библиотеку. Как рассказали в учреждениях изданию «Комсомольская правда», соответствующий приказ был заверен печатью и подписан директором. Животное по кличке Кузя занимает должность помощника библиотекаря. А вот теперь послушай секунду. Если они его зарегистрировали, они обязаны составить на него социальный пакет. Там трудовая книга, пенсия, все дела, страховки, медицинская. Мало того, мне кажется, с проститутками это реально организовать и устроить, чем с котом. Так вот, в чем суть? Кот является животным и не может обладать какими-то юридическими правами. Почему? Потому что он чаще всего является либо собственностью, либо бродяжничью, ну и тому подобное. Нет, погоди, если он, если кот поставил подпись в трудовом договоре... Так он должен поставить подпись сам без помощи? Конечно, сам без помощи. Нет, ну может быть там было, конечно, физическое давление, то есть типа... Попишивай, подписывай, мохнатая задница. Бой! И хвост крутит. Ставку для кота придумали специально. В качестве вознаграждения за труд Кузя получает кошачий корм, а также угощение в виде свежего рыбного филе и мяса. Во-первых, это незаконно работа за еду. Слушайте, я тоже так хочу. Это эксплуатация, рыбное филе и мясо. Это эксплуатация, незаконно работают за еду. Они должны ему выплачивать МРП, минимальный месячный счет и показатель, как минимум. Потому что они выплачивают в виде товара, а там 50% они имеют право 50% выплачивать в виде этого. Так валюта-то тоже должна поступать? Видимо, валюта тоже поступает. На лицевой счет Кузи. Полторы тысячи рублей на лицевой счет Кузи денег в месяц, и остальные полторы тысячи рублей уходят на рыбное филе и там все дела. Ну что, так нормально же Кузя устроился. Мне бы так. В обычные дни. В обычные дни. А, вот. Значит так. Свои обязанности кот выполняет во время детских праздников в библиотеке. Он изображает ученого кота. То есть так он тупой. В дни представлений Кузи надевает галстук-бабочку. Он сам, он такой подходит к зеркалу, одевает к галстук-бабочку. Пудрица там весь, одеколоном прыгает. Одеколон. В обычные дни его просто расчесывают и моют сухим шампунем. Сухой шампунь! Чё это вообще такое? Это белый порошок, наверное, какой-то сухой шампунь. Ребят, кто не слышал, что такое шампунь? Не мыться в воде, не мог бы. Падает в Мэрстрим. Сухой шампунь, офигеть. Ладно, так. Кузя проводит в библиотеке лишь рабочее время. Ночует он на улице. Ну, нормально, многие бомжи так. Помогрой хреброй. Ну да, тут. Вы представляете, работник на холиотеке ночует на улице. Работник почти образовательный в учреждении. Здесь такие идут. А, это же Куда! То есть, не, на самом деле. Каком-то в Мэрдилсе, на улице, на улице, в луже. А если, что это работника городской библиотеки, задрали собаки. Это что сейчас за звук? Это они же звук, как они его драли. Заведующая отделом инновации массовой работы Центральной библиотечной системы города Анна Лапшина рассказала, что ход появился в учреждении в октябре 2019 года. Инновационный подход. Конечно. По уменьшению работников. Образовательные спины. Дешевый, черный-то. Вот новость хорошая, кстати. Возгорание в доме выдало пожарным тайник с марихуаной. Запахло, что ли, или что? Я думаю, не запахло, а они увидели. То есть, там пожарные... Зальчик, как раду вы увидите. Знаешь, они забегают, в горящий дом забегают, а им навстречу выходит такой... Дракон. Уилл Смит. Уилл Смит такой выходит, говорит, «Ребят, я сейчас все разберусь» и улетает через окно. В очках черных, в шапке такой бомжатской. Такой, я разберусь, ребят. Молодцом, говорит, пожарный. Возгорание, произошедшее в жилом доме в штате Флорида, помогло обнаружить в одном из помещений кусты марихуаны, как сообщает Юпи. Пожарные обнаружили от 75 до 100 растений. Кусты были найдены в спальне, где и произошло возгорание. При этом жилец отказался пускать пожарных внутрь комнаты. В итоге его силой заставили покинуть здание и вскрыли спальню, оказавшуюся марихуановым тайником. Когда же... Кровать такая и вокруг бизде, это марихуан. То есть он просыпается, а комната зеленая. Может, он просто любил комнатные растения? Ему не сказали чего-то. Он же ее не курил, но и просто выращивал. То есть он просто декор. Просто декор. Самый обычный декор, что такого. Я вот дома выращиваю тоже, там, я не знаю, кто-нибудь. Победа! Я не кота для библиотеки. Роботов собираю. Вино гоню. Вино гоню. Вот, наверное, последняя новость на сегодня. 5 минут до конца стрима, друзья, осталось. Если у вас есть какие-то вопросы у зрителей, пишите. Задавайте их в чате на Твичи. Задавайте, мы отметим на Твичи. Ага, смотрим. Вот, значит, последняя новость на сегодня. Режиссер фильмов о Гарри Поттере возьмется за лицо со шрамом. Это, слышь? То есть ему мало Гарри Поттера и так лицо со шрамом. Он лишил еще фильм. Ей. Это она автор. Нет, режиссер фильмов. Режиссер? А, нет, я думал. Дэвид Хеттс. Нет, ладно, фиксим с режиссером. На самом деле Гарри Поттеры были созданы по книге. То есть, а фильм на самом деле красивый и интересный. То есть, такой передал атмосферу. Ну, вот, в общем, режиссер фильма по Гарри Поттере возьмется за лицо со шрамом. Вот он презентовал, что будет переснимать новую версию вот этого фильма Скорфейс. А я думал, он за Альпачино возьмет. Нет, если новое лицо со шрама будет без Альпачино, я считаю, на что туда смотреть-то? Я более чем уверен, что оно будет без Альпачино. Ну и нафига тогда он нужен вообще, этот новое лицо. Там будет Дэвид Стэдхэм. О, Джейсон. О, наверное, будет ехать на Тарьков. Он будет ездить на тачке, и у него будет куча принципов. Да. А еще он будет бывший военный. Он будет бывший военный обязательно, он воевал в Афганистане. Нет, почему он на Кубе воевал. А на Кубе тоже вариант. Борец за невозависимость. То есть, для тех, кто не знает лицо со шрамом, это такой... Фильм про... Мафию. Мафию, да. Которая переехала в США, занялась там наркоторговлей. И там конкретно про уголовника по имени Тони Монтана, который как раз поднялся на этом деле. Причем не кисло поднялся. Да, первая версия фильма была снята в 32-м году. И потом он был переснят в 83-м со всеми... Альпачиной. Как говорится, как говорил мне мой друг, стрельба без причины признак Альпачины. Вероятно, да. Морда в кокаине у Брука ХМ-16. Морда в кокаине тоже признак Альпачины. Вот, ребят, ну мы закругляемся. Я сейчас посмотрю форум, и появилось, что новое на форуме. Мол, на сегодня гор на Сарафанном закончена. А мы так и не вспомнили прожители гор, там никаких новостей, там нет. То, что за два дня, когда толпа этих хачей напала на милиционера, за два дня уже 1200 человек арестованных незаконных мигрантов арестованы. На самом деле, да, там еще новость такая есть, заголовок. То есть, пока менту не вломят, никто работать не будет. 1200 человек, прикинь, это такая толпа народа. И это на двух рыбках, это. Нет, ну, погоди, тут новость такая была интересная, что в Узбекистане, значит, открыли несколько вузов, которые будут готовить специалистов по антитеррористической борьбе. Где? В Узбекистане. Антитеррористической борьбе? Да там ничего не перепутано, что по террористической борьбе. Нет. А они что сюда будут с Киздаза сами подрабатывать? Нет, они там будут в Узбекистане свои террористы в огромном количестве, и они будут там антитеррор вести. Нам все хэппи. Да, они будут приезжать и обвинять Россию в терроризме и воевать. Ну, я не знаю, против или не против, но, в общем, главное, что купил, зато продал. И главное, чтобы не зато, что право тут работать. Опять же, там сейчас в Грузии проблемы с премьер-министром. Он в отставке объявил. Отказывается галстук жрать на камеру? Ну да. Ему даже не сняли, ты традиции не на руках, бери. Ну, а что, у него девушку похитили, отца убили. Он с гостем разговаривает. С гостем разговаривает. А ему говорят, с гостем говори, вот он в отставку и подал, говорит. Нафиг так жить. Не буду я с гостями разговаривать. Буду я с гостями, у меня... И убери с галстук от лица. Бери с галстуком. КомпTON. Он аппетит. Да, в общем, ну закругляемся, не будем затягивать. Я так считаю. Спасибо за внимание, ребят. Сегодня не получилось у нас... Пошел к нам, не присоединился, Genius, который был в прошлый раз. Вот, надеюсь, в следующий раз у него все получится. Ну, сегодня и так тоже, я считаю, неплохая компания. Сейчас тоже отличная компания. Хорошо побеседуемся. давали у гораздо меньше черных шуток получилось это останавливать фыр-фыр-фыр это плохо нет он пока остановить не надо ребят в общем все всем спасибо всем пока до следующего четверга все у меня выпустили так это звонка сейчас я музычку включу чтобы не скучно интересно на вас до сих пор слышал да я еще раз продолжается планирует под собой паттика с диктенчаном все должно быть как это так и пик и пик и пик сейчас ты измашь не могу у тебя не только звук выключился артем о музыка пошла короче я выключил потому что очень громко сейчас я сделаю вот все просто музыка этот не хотелось делаться тише зараза сейчас продолжаешь да кто у меня принимать будет а то кушать охота паспорт же не отдали стримы у тебя кто не приходит ребят сейчас небольшой перерыв то скорее всего кто-то новый перевозь не возьмет эстафету стрима даже если сейчас кто-то не возьмет эстафету хочу пока есть возможность объявить что завтра будет стрим с не менее упоротым ведущим аэробокрой но сам стрим будет носить достаточно ну не гораздо это менее упоротый характер вот так я обязательно посмотрю потому что я там назадавал тем я тоже задавал прошлый раз но мы не будем исполнить слушай напиши мне в чем пролететь прямо обо это мне все фильм ты закончился нет я надеюсь нас не слышал слышат если ты у меня еще мессер я с вами наверно тоже буду прощаться сейчас освободится мой мессер шмидт куплю себе следующий движочек пока можем еще пролететься на брува печаль надо же так попадать и опять эти читай в 4 июю Кстати, я расскажу один фокус про джойстик.